Это студия 7, меня зовут Екатерина Кузьминых, здравствуйте. Если вы последний раз ходили в школу в роли ученика, то с большой вероятностью слабо себе представляете, что сегодня происходит в среднем образовании. Какие тенденции, какие модели школ существуют и какую выбрать стратегию подготовки к вузу? Мы воспользовались тем, что замдиректора по развитию лицея высшей школы экономики Рустам Байбурин оказался в Красноярске и пригласили его в гости. Рустам, привет. Добрый день. Мы с тобой знакомы давно, поэтому нет смысла выкать. Будем честно общаться на «ты». Приехал в Красноярск ты не просто в гости на свою историческую родину, но, я так понимаю, еще и в Красноярскую летнюю школу. Красноярская летняя школа, ее, наверное, не нужно представлять тем, кто живет в Красноярском крае. Очень известная, очень старая организация дополнительного образования. Вот и когда-то я там был школьником, потом лектором, потом работал руководителем этой школы. И последние 10 лет просто с удовольствием наблюдаю за тем, что она продолжает жить и успешно. Вот в этом году, к счастью, успел пару дней захватить. Ну и кроме того, в Красноярске, когда ты работал в системе образования, ты был директором... Старшей ступени гимназии и универсии, да. Про модели школ. У меня, правда, есть ощущение, что если вот я к школе имела отношение только в роли ученика, и когда сейчас у меня ребенок пойдет в первый класс, я приду в совершенно другую школу, совершенно другое представление о том, как должно быть это организовано. Какие есть модели сейчас средних школ, какие есть варианты? Ты знаешь, Катя, я бы, наверное, сказал сначала про область своей компетенции. Дело в том, что я про начальную школу не очень хорошо знаю. И всю свою жизнь в основном работаю со старшеклассниками и с подростками. Поэтому я, наверное, мог бы рассказать про то, какие есть трудности, какие есть разные варианты как раз вот этой второй половины школьного обучения. И прежде чем говорить про модели разные, да, я бы, наверное, сказал про то, какая сейчас вообще ситуация со школьным образованием складывается. И оттуда будет понятно, собственно, почему какие-то новые модели должны появляться. Потому что имеешь в виду некие тенденции, которые есть? Да, да. Я бы даже сказал, что у старшей школы сейчас появляются, ну, прямо такие вызовы, о которых мы сильно не задумываемся. Значит, я бы, наверное, выделил две или три проблемы. Одна из них просто говорит о том, что количество детей, которые продолжают, хотят продолжать обучение в ВУЗе, сейчас снизилось за последние, наверное, 10 лет в два раза практически. Но ведь это же государственная политика. Нам активно рассказывают о том, что высшее образование нужно не всем. Оно стало дороже. Количество бюджетных мест, я предполагаю, сильно сократилось. И все говорят о том, что нам не хватает рабочих специальностей, поэтому после девятого класса люди уходят из школы. С этим связано? Я не думаю, что это такое сильное влияние имеет инструменты госполитики. Мне кажется, что ситуация связана с тем разнообразием, которое сейчас появляется в области услуг, которые предоставляются на образовательном рынке. И в тот момент, когда старшеклассники, которые, в принципе, уже начинают обладать собственным сознанием по поводу своего образования, многие родители, когда у них появляется возможность альтернатив, они их начинают рассматривать. Вот сейчас, например, в этом или в прошлом году количество детей, которые идут в СПО, то есть среднепрофессиональное образование, сравнялось с количеством детей, которые идут в высшее образование. И это вот один из таких... Ты связываешь это именно с количеством качественной альтернативы и вариантов в среднепрофессиональное образование или с недоступностью высшей школы? Я не считаю, что это недоступность высшей школы. Я считаю, что это связано во многом с тем, что правило, которое многие годы эксплуатировалось для, так скажем, некоторого принуждения к получению высшего образования, что без диплома ты не сможешь получить высокооплачиваемую работу. И сейчас перестало в некоторых транслях совершенно действовать. Ну вот возьмем область IT, скажем. Сейчас не то, что нет необходимости учиться 4 года на поголовряде, чтобы получить профессию айтишника. Сейчас, честно говоря, даже и колледж не обязательно успеть закончить. Есть годовые курсы, после которых ты можешь уже получать первую профессию в IT. И там тебя в большинстве компаний никто не спросит, есть ли у тебя высшее образование или какое-либо. Главное, что у тебя есть профессиональные компетенции. Их быстро смогут проверить на входе. И дальше, если у тебя все получается, ты входишь в эту среду. И при необходимости, затем, если вдруг где-то когда-то, ну хорошо, ты экстерном получишь корочку диплома. Но для того, чтобы стать высокооплачиваемым специалистом, а известно, что сейчас в IT очень перегретый рынок труда и зарплаты астрономические, то вот нет необходимости идти в ВУЗ совершенно точно. Я слышу это как некую, ну такую рекомендацию, не нужно всем идти в высшую школу, и здесь я с тобой абсолютно согласна. Но как такую пропаганду вот этих вот коротких курсов специализированных, вот если ты выбрал специальность IT, после 9 класса заканчиваешь колледж один год, и, грубо говоря, в 15 лет ты человек с профессией. Но как же относиться к тому, что все-таки высшее образование дает некий кругозор, дает навык к самообразованию, ну и все-таки человек с университетским образованием отличается от школьников? Вот заметьте, я не пропагандирую ни то, ни другое. Мне кажется, что это разные пути. И просто если раньше фактически альтернативы СПО не было как таковым, для тех, кто так или иначе хотел некоторой интеллектуальной работой заниматься, то сейчас это стало именно так. Сейчас очень много вкладывается в развитие СПО. Действительно, ты правильно с этого зашла, что там разные профессиональные конкурсы сейчас появляются, конкурсы профмастерства, там junior skills и так далее. Да главное, что работа появляется для этих людей, потому что кадровый голод очень большой на рынке. Появляется работа. Вузы сейчас пытаются на это отреагировать таким явлением, как майноры или микростепени. Это когда ты, обучаясь на программе бакалавриата, ну, скажем, ты учишься, я не знаю, на журналиста, но при этом ты можешь выбрать курс, который совершенно никак не связан с журналистикой, параллельно его изучать, для того, чтобы твоя профессия затем находилась на стыке, ну, например, там, журналистики и спорта, скажем, если ты хочешь быть спортивным обозревателем или, там, скажем, биолог и программист. И вот, соответственно, когда ты получаешь такой микродегри, микростепень, они как раз в вузы проникают благодаря партнерству с компаниями, которые затем готовы взять тех людей, которые хорошо закончили этот микрокурс. Таким образом, как бы вузы пытаются немножко побороться вот с этой тенденцией, когда можно прийти и получить хорошую работу, получив короткий образовательный опыт, и сразу встроится в систему рынка труда, да, то вот вуз говорит, давайте вы не будете оставлять идею того, чтобы получить высокое, значит, широкое, глубокое образование, высшее, но при этом также мы вас не оставим без опыта на выходе, да, вы не только теоретиками будете после того, как 4 года закончите бакалавриат, но и у вас будет совершенно конкретная возможность сразу стать высокооплачиваемым специалистом. Мы сейчас ушли в тему грузов, а обещали людям разговаривать про школу. Да, да, мы хотели сказать про проблемы, но вот я сказал про то, что СПО сейчас достаточно существенной альтернативой становится старшей школе, по большому счету. Во-вторых, сейчас существенные изменения произошли в области анскулинга, то есть это группа семей, которые вообще не хотят, чтобы их дети ходили в школу. Это семейная форма обучения? В том числе и семейная форма обучения, там разные существуют форматы. Семейная, в первую очередь, она закреплена законом. Вот анскулинг, он 15 лет назад, это было порядка 10 тысяч всего детей в России, 5 лет назад это было уже 100 тысяч детей в России. Потом случился ковид, в течение которого огромное количество людей опробовали, что возможно учиться в онлайне, и их ребенок, их конкретный, вполне может это эффективно делать. И тогда количество детей, я думаю, что еще выросло, у меня цифры нет последней, значит, на сегодняшний день. Но что такое 100 тысяч детей, если вот так примерно посмотреть? С одной стороны, это порядка процента от общего количества детей в стране, но это вот, грубо говоря, по моим оценкам, это целый Красноярск. А скажи, как ты относишься к такой модели получения образования в старшей школе? Отношусь как к возможности альтернативы. Понимаете, понимаешь, все дети разные, все семьи разные. И как раз, когда мы говорим, что школа – это единственный правильный формат получения образования, именно тот, который мы для вас разработали, и у всех он должен быть одинаковый, это не так. Есть дети, которые одни учатся в одном темпе, другие в другом темпе. Этим интересно одно, этим другое. И разнообразие должно существовать. Чем привлекательен сейчас анскулинг для некоторых семей? Тем, что ты там можешь себе сам навыбирать, вот что ты будешь учить, как ты будешь учить, когда ты будешь учить. И учителей ты даже себе сам можешь выбрать. Ну, например, там, не в качестве рекламы, много онлайн-школ существует. Вот я в последнее время читал про Фоксфорд, у которых уже, по-моему, больше миллиона всего учеников, но на разных типах курсов. А вот этих экстернатников, по-моему, 8 тысяч. Это только в одной школе 8 тысяч учатся таким способом. Ну, все-таки, вот крупными мазками, это для тех, кто хочет более точечной специализации, более качественного образования, углубленного изучения каких-то предметов отдельных? Ну, то есть для таких продвинутых школьников? Или для тех, кто, наоборот, не тянет с обычную школу, и поэтому им нужен специальный подход, более медленный темп, там, дополнительные уроки, может быть, возможность? Ну, вот это... Ну, давай я тебе просто отвечу. Это для тех, кого не устраивает та школа, в которую они могут прийти. Да? Во-первых, школы на территории очень разные, там, где ты учишься. И если раньше ты был фактически ограничен территориальной принадлежностью, где ты есть, то сейчас у тебя есть альтернатива в виде онлайна. Вот и все. Слушай, про школы не устраивает, это прямо очень такое общее место. Но в отличие от меня, ты, по сути, из школы не уходил. Ты ее закончил, и потом быстренько в нее же вернулся. А школа так изменилась, что она действительно стала совсем не той, и упала, ну, там, или упало качество образования, или оно просто стало другим, среда стала другой, которой родители не готовы. Или это предвзятое отношение родителей и их странное восприятие школьного образования, и попытка сделать апельсиновый сок из яблок. Нет, нет, я не думаю, что школа ухудшилась. Мне как раз кажется, что все-таки изменения, они скорее в положительную сторону. В целом, если брать генерально, там, последние лет 30 происходят. Но при этом, если раньше не было никаких фактических альтернатив, то сейчас они есть. Вот вся разница. И люди сейчас привыкли, сейчас появилось новое поколение родителей, которые уже привыкли к тому, что выбор должен существовать, что у них может быть свое мнение, своя позиция. И тогда они вот рыночным образом, так сказать, смотрят на обучение своего ребенка. И те, у кого хватает достаточной самостоятельности, они говорят, да, знаете, вот эти три школы, которые находятся на моей территории, и вы мне предлагаете в них быть зачисленными, нас не устраивает. И вот я тогда смотрю варианты, которые меня могут устроить. Ну вот я все это подвожу к тому, что у школы сейчас появились такие соперники, отчасти даже, можно сказать, достойные у старшей школы. И поэтому, если старшая школа не переформатируется, не становится такой, которая тоже интересна старшекласснику и их родителям, то тогда, в общем-то, эта тенденция, ну вот тренд этот, он, к сожалению, будет на уменьшение. И если мы хотим, ну вот мы, как, например, не знаю, руководство той или иной школы, хотим остаться интересными, то мы должны начинать выделяться из вот того набора разных школ, которые существуют, должны обретать свое лицо, должны обретать свою какую-то уникальную образовательную программу, которую мы предлагаем. И вот здесь мы можем уже подойти к теме разных моделей. А это, ну, у меня здесь просто очень много подспудных вопросов. Во-первых, выгодно ли школе, обычной, средней, общеобразовательной школе, там, гимназии, лицеи, для меня это все равно осталось все школами, я, честно, не понимаю разницы в названиях, сокращать количество, сохранять большое количество старшеклассников. Ну, я не знаю, как в Москве, предполагаю, что там нет этой проблемы. В Красноярске школы переполнены. И с точки зрения, ну, как бы, опять же, государственной политики, мне кажется, выгодно, когда школьники уходят, получают среднепрофессиональное образование, уходят в онлайн-школы, просто освобождаются здания, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что есть вопрос финансирования. И он завязан на количество обучающихся. Ну, я не до конца понимаю, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, выгодно ли школе. Ну, в школе школьники учатся в три смены. Я отправлю старшеклассников, я стану плохой школой, отправлю большую часть старшеклассников онлайн, и у меня будет две смены, а не три, и будет меньше нагрузка на педагогов и на здания. Нет, если ситуация выглядит таким образом, да, то мой предыдущий спич, он, конечно, таких школ не сильно касается. Это просто узкое горлышко системы, да, когда, к сожалению, количество школ, в принципе, не соответствует нынешнему закону, запросу, и тогда, да, здесь получается вот это разнообразие. Но точно совершенно есть примеры, значит, когда в городе есть количество школ больше, чем количество старшеклассников, и школы стоят недокомплектованные. И, кстати, я думаю, что такая ситуация, если выехать за пределы Красноярска, она может быть в других городах, может быть в сельских регионах, да, соответственно, в сельской области. И вот там эта проблема, она тогда появляется. Ну, давай тогда к моделям для старшей школы. Ну, смотри, здесь, когда мы говорим про модель, то есть можно так подойти к вопросу о моделях, да, с одной стороны, есть просто несколько классических форматов, да, есть школа, в которую ты приходишь, там есть предзаданный учебный план, и ты по нему учишься, точка. Без выбора, ну, то есть в мое время это был математический класс, там, не знаю, биологи-химический, гуманитарный, и общий, где, ну, как там под буквой «Г», где учились все, кто не смог ничего выбрать. Ну, и того, но все равно, и даже тогда, в том числе и сейчас, это не обязательно, что такой выбор у тебя в школе обязательно существует. Есть большое количество школ, которые не предлагают разделения на профили. Да, ты просто зачисляешь, что у тебя есть там 10-е А, 10-е Б и так далее. Вот вы учитесь по некоторой программе. Да, сейчас старшая, учебный план старшей школы предполагает, что ребенок может выбрать некоторое количество предметов, это предполагается уже несколько лет, но, опять же, в зависимости от возможности этой конкретной школы и от обстоятельств, такой выбор может быть полным или достаточно редуцированным. Вот, и самая базовая картина – это когда учебный план уже практически сформирован за тебя, ну, ты там хорошо можешь выбрать, там, не знаю, один или другой предмет учить, и все, вот на этом заканчиваются все опции. Второй вариант – это тот, который приводишь ты, когда есть в школе несколько профилей, и тогда, соответственно, ты там смотришь, будет это физмат, биохим или что-то еще. Третий вариант – это когда в школе существует система индивидуальных учебных планов. Собственно, это то, к чему в идеальной картине нас подводит нынешнее законодательство, значит, федеральная образовательная программа и федеральные госстандарты старшей школы, потому что ученик, в принципе, может сам определить тот набор предметов, которые он будет изучать для того, чтобы свое, ну, как бы реализовать свою образовательную стратегию. И, значит, чем дальше мы продвигаемся вот по этой картине мира, тем дороже она становится для школы, потому что если, потому что большинство школ, во-первых, имеет не так много учеников старшей ступени. Ну, хорошо, вот что такое два класса, да, 10А и 10Б – это 50 детей. Если мы этим детям предлагаем на выбор, кто хочет изучать углубленную литературу, кто базовую, кто хочет профильную биологию, кто базовую и так далее, ну, может получиться так, что три человека хотят изучать профильную литературу всего из 50. Как быть? Открыть группу, но ведь количество денег так рассчитано на ученика, чтобы группа была наполняемостью 25 человек, желательно, как только ты делаешь группу на троих, это означает, что ты тратишь больше денег на то, чтобы обеспечить вот это разнообразие. И экономически, как правило, школа себе этого позволить не может. Только крупные старшие школы себе могут позволить такое разнообразие. Именно отсюда, я так понимаю, идет тенденция сейчас, которая показывает нам, что надо строить крупные школы. То есть это не просто про вместить всех желающих, а это про вариативность и в том числе качество? Ну, я бы хотел на это надеяться, что это одна из причин, по которой это происходит. В Москве, наверняка вы знаете, что такая политика была фактически спущена департаментом образования на всю Москву. Из более чем 4 тысяч школ в Москве, они все укропнились, и осталось сейчас, наверное, 600 или около того количества школ. То есть стали большие территориальные комплексы, внутри которых у тебя есть возможности самоопределения, принятия решения, что ты будешь изучать и так далее. То есть ход в сторону индивидуализации, то есть ход в сторону попытки быть более интересной ученику, потому что ученик себя там найдет. Это более дорогой способ оказания образования. Но идем мы именно в эту сторону. Ну, скажем так, в 2012 году был принят федеральный государственный образовательный стандарт, который позволил иметь вот такое разнообразие и выбор учащимся старшей ступени. Обязательным он предполагал, что он станет только с 2020 года. А вот уже буквально в прошлом году федеральный стандарт еще раз обновился, и количество предметов, которые можно выбирать, ну, точнее, количество обязательных предметов увеличилось, а количество предметов по выбору, наоборот, сократилось. То есть, казалось бы, мы откатились назад. Поэтому да, вот те школы, которые начали реализовывать новый стандарт сразу после того, как он появился, увидели в этом возможность, они просуществовали в этой парадигме 10 лет. Вот, значит, те, кто вот только сейчас, в 2020 году, у них только они вошли во вкус. Я думаю, что сейчас появилась необходимость откатываться постепенно обратно. Посмотрим, как ситуация будет разворачиваться. Но я знаю, что, в общем-то, были примеры школ, которые и до того, как вообще, в принципе, государство предлагало такие опции, которые самостоятельно находили способы, в том числе финансовые, для того, чтобы реализовывать, скажем так, вариативность обучения в старшей ступени. А тебе не кажется, что здесь есть, ну, такой существенный диссонанс между поколеннической психологией, когда дети стали все-таки менее самостоятельными, позже взрослеют, им сложно принять решение о выборе образовательной стратегии для себя в 14 лет, и вот тому широкому полю вариантов, которые сейчас предоставляют. Ну, значит, я не считаю... Или ты видишь других детей? Ну, хорошо, ты видишь сливки. Что в Красноярской летней школе, что в универсе, что в лицее высшей школы экономики. Ну, коллеги же наверняка рассказывают и про других детей. Ну, ты понимаешь, что если это поколенческая история, то она отразится на всех, включая и количество, и качество, и мотивированные детей в том числе. Поэтому это так. С другой стороны, мне хочется верить, что я... Еще у меня есть опыт внимания и к школам совсем более простым. И, кстати, у той же Красноярской летней школы был опыт, когда они несколько лет подряд ездили в Минусинск, в Шарыпово, в Дудинку и так далее, и так далее. Проводили интенсивы для школьников этих городов. И прекрасная была опция. Тогда у Красноярского края был соответствующий грант на это. Я по-другому бы сказал. Мне кажется, дело не поколенческое. Дело в том, что... И ты совершенно права, что для того, чтобы принимать решение о выборе, тебе недостаточно просто дать право выбирать. Потому что выбирать надо еще и уметь. Должен быть некоторый опыт образовательный в твоей жизни, который тебе позволит сказать, я скорее про эту или я скорее про это. Поэтому... И как это сейчас реализовано в школе и реализовано ли вообще? Готовим ли мы детей к осознанному выбору для того, чтобы в конечном итоге зря не тратить бюджетные деньги? Ну вот, все время у меня такое ощущение, что я немножко выступаю в роли чиновника, который про деньги говорит, хотя, конечно, я таковым совершенно не являюсь. Смотри, я могу только сказать, как мне кажется, было бы правильно это. А вот в каком количестве школ это так реализуется, у меня такой аналитики нет. К сожалению, совершенно логично, что если... Ну вот раньше мы предполагали, что после школы ребенок идет в ВУЗ, и там ему надо что-то выбрать. Ну вот поэтому как-то в старшей школе с ним начинали говорить про выбор того или иного. Если сейчас в старшей школе есть возможность предварительного выбора, ну что это означает? Это означает, что на предыдущей ступени должен начаться период хотя бы какого-то минимального пробования. По большому счету ты не сможешь сказать, нравится тебе больше, не знаю, IT или журналистика, если ты не ввяжешься и в то и в другое так вот на полный штык, что называется, по-серьезному, и там и там себя не попробуешь. Поэтому хорошая подростковая школа, ну вот особенно ее вторая половина, где-то там класса с 7-го, 8-го до 9-го, это та школа, которая предоставляет достаточно большой набор проб школьника в самом разном. И это очень благоприятное время, я бы так сказал, потому что, с одной стороны, у школьников период, когда они очень хотят самовыразиться, когда они хотят проявить себя, когда им хочется сделать что-то свое. И вот на этом хорошей школе их ловят в разной проектной деятельности, в разных вне-классных форматах. Еще более толковые школы, они переформатируют жанр урока, когда он из вот этого трансляционного формата тоже превращается в некоторый проектный тип. И тогда, если я выпускал школьную газету, если я, значит, писал какое-то, не знаю, приложение или сайт для своего проекта или для своей школы, вот я в эту деятельность влез. И это же совершенно разные мои компетенции востребуют. Если я айтишник, я должен уметь без, значит, ну вот я должен долгое время уметь посвящать какой-то скучной задаче, и у меня это не должно вызывать диссонанса. Если я журналист, я, соответственно, должен понемножку разбираться во всем, я должен уметь так построить интервью с человеком, чтобы он раскрылся, а не я раскрылся как журналист, ну и так далее. И вот каков я, попримерять на себя вот эти разные аспекты, в чем я хорош, в чем я нехорош, если у меня этого опыта нет, то когда я приду в 10 класс, или перед 10 классом мне скажут, ты вот физмат, естественник и так далее, я даже не смогу ответить на этот вопрос. Это раз. А два, еще и сама постановка вот этой профильности, ну физмат или естественник, она, честно говоря, очень такая искусственная, по большому счету, потому что нам это удобно. Ну вот у нас есть некоторые привычные, устоявшиеся форматы, факультеты или как-то еще, но на жизни, конечно, сейчас это все абсолютно перемешано. Можно очень коротко, у нас буквально остается 30 секунд. А если толковый школьник, может ли он стать и получить знания в даже самой посредственной школе, или все-таки это задача школы тащить даже самых бестолковых школьников? Я считаю, что задача школы заключается в том, чтобы обрести свое лицо и предложить такую образовательную программу, которую они классно будут реализовывать, и там будет интересно тем, кто эту образовательную программу хочет взять. И если такой школьник туда попадает, он должен пройти ее с большим интересом для себя, и школа должна все для этого сделать. Но если я школьник, вокруг которого такой школы нет, я должен предпринять некоторые усилия, чтобы найти себя, и, может быть, необязательно конкретно в этих школах. Спасибо большое. Друзья, у нас в гостях был Рустам Байбурин, замдиректора по развитию лицея Высшей школы экономики. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok